Это уже примерно пятая неделя. Каждый год у нас расширяется спектр задач. Если раньше это было как-то больше просвидетельское, то сейчас это, мне кажется, прям формирование какой-то волны обсуждения проблем существующих, которые есть в обществе, которые отстрагивают каждую женщину фактически. И, мне кажется, поднимает проблематику, озвучивает эти проблемы. Мы также обсуждаем, как мы можем их решить. Ну и, в принципе, неделя тем самым развивается дальше и дальше. В этом году тема «Сексуальность, физическая безопасность и разнообразие». В прошлом году у нас была тема экономической безопасности, экономического положения женщин. В одном году мы решили действительно больше говорить о проблеме безопасности на улице, в семье, на работе, говорить о отношении общества к телу женщины, к возможности женщины присвоить свое тело и свою сексуальность и распоряжаться ей так, как она хочет, например. К сожалению, до сих пор очень актуальная тема и проблема, потому что у нас до сих пор существует проблема домашнего насилия. И каждый год процент пострадавших от домашнего сексуального насилия растет. У нас есть проблема сексуального и физического насилия в серой зоне, в зоне АТО. И эти проблемы не решаются, только ухудшаются. Я достаточно благодарна, в принципе, то, что сейчас поднимается все-таки повестка о проблематике, о безопасности женщины без женщины и о сложности, с которой она может сталкиваться на работе или даже дома среди близких. В первую очередь я бы посоветовала перестать винить себя и считать, что женщина сама виновата в том, что она подверглась насилию. В этом нет ее вины. И из каждой ситуации, даже самый сложный, можно найти выход. Сейчас открываются центры помощи женщины под пострадавшим от насилия домашнего либо сексуального. И, в принципе, можно найти ресурс и возможность выйти из этой ситуации. Главное верить, что это, в принципе, возможно, что это не навсегда. К сожалению, в нашей стране не ведется статистика точно о том, сколько женщин подверглись насилию и как они с этим справляются. Но, в принципе, из этого можно выйти. Конечно, для этого нужна помощь специалистов, специалисток. Очень сложно справиться с этим самостоятельно. Но, в принципе, есть возможность. И часть людей находит в себе возможность выйти из этой ситуации и даже построить независимую жизнь. Мне кажется, с каждым годом мы немного выходим на новый и новый уровень целевой аудитории. Раньше это были какие-то совсем ограниченные круги людей или отражение жилочей солидарности не было так популярен. Но сейчас к нам добавляются те группы женщин, которые раньше, скорее всего, не слышали о нас. Например, женщины-мусульманки. И это всегда такие темы, которые очень на острие обсуждений и имеют, как это сказать, не всегда однозначную поддержку в обществе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok